Действия Европейского Союза по введению дополнительных тарифов на китайские электромобили навредят интересам обеих сторон, считает китайский эксперт. В интервью центральному телевидению Китая Цюй Цян, научный сотрудник исследовательского центра пояса и пути при Пекинском университете, сказал, что Брюссель должен занять позитивную позицию в отношении конкуренции со стороны китайских автомобильных компаний и поддерживать свою приверженность многостороннему подходу. В пятницу Китай подал апелляцию во Всемирную торговую организацию, оспаривая предварительные дополнительные тарифы блока в размере до 37,6% для китайских производителей аккумуляторных электромобилей. Они считают, что китайские электромобили слишком конкурентоспособны и борются со своими европейскими аналогами. Они хотят использовать эту политику или шаг, чтобы заставить большую часть инвестиций вернуться в Европейский Союз, чтобы создать больше рабочих мест и оставить больше налогов в Европейском Союзе. Мы понимаем эту озабоченность, но думаю, что они рассматривают все это под совершенно неправильным углом. К счастью, я полагаю, что Евросоюз все еще уважает многостороннюю систему разрешения споров, такую как ВТО. Так что, я думаю, у нас еще есть пространство для маневра. Мы можем увидеть некоторые положительные результаты. Интересы автопроизводителей Китая и Евросоюза тесно переплетаются, отмечает эксперт, поскольку обе стороны очень масштабно присутствуют в промышленности и на рынках друг друга. Кроме того, Цюй отметил вклад китайских производителей электромобилей в технологический прогресс в данной отрасли. Особенно в том, чтобы сделать транспорт более экологичным и умным, при этом значительно снизив производственные затраты. Китайские и европейские рынки не похожи на борьбу американской автомобильной промышленности с предыдущим японским автомобильным рынком. Это скорее торговые партнеры. Многие европейские автопроизводители инвестировали в китайские автомобильные компании и наоборот. Китай наращивает свое присутствие в Венгрии, важной стране, члене Европейского Союза. Поэтому я думаю, что подобный тарифный спор только навредит нашим общим интересам, вместо того, чтобы расширить и улучшить оба взятых нами курса.